Девушки отдыхают Мидии имеют продолговатую форму и выглядят вытянутыми. Чаще всего встречаются черные и темно-синие мидии, более редкие зеленые и голубые. У мидии твердые раковины, которые не позволяют хищникам добраться до мягкого мяса внутри. Хотя некоторые животные все еще могут пробить раковину, она действительно защищает от множества других потенциальных хищников. Створки раковины смыкаются настолько плотно, что в Японии мидии считаются символом двух любящих людей. В наше время ни одна свадьба там не обходится без традиционного супа из мидий. Самый поразительный слой раковины – перламутр. Внутри раковины находится туловище или мантия, которая, как плащ, обернута вокруг внутренних органов. А вы знаете, почему цвет мантий у этих мидий различается? Оказывается, самки имеют оранжевую мантию, а самцы – кремово-белую. Как и у большинства двустворчатых моллюсков, у мидий есть нога. Но она маленькая и тонкая. Поэтому мидии не умеют плавать, передвигаться по дну или прятаться в грунте. Вместо этого они приспособились прикреплять свои раковины к подводным камням с помощью прочных нитей, которые вырабатывает их организм. От ноги отходит небольшой отросток. В нем накапливается липкий секрет, который затвердевает при контакте с морской водой. Таким образом образуются нити, похожие на волосы. Этот волосатый нарост очень напоминает бороду. Вот почему мидии еще называют бородатыми моллюсками. Мидии даже могут использовать эти нити в качестве оружия и защищаться от хищных улиток, поймав их в ловушку. Что еще поражает в мидиях, так это их дружба. В тесноте, да не в обиде, эта поговорка приходит на ум, когда видишь, как они держатся друг за друга. Встречаются целые мидийные банки. Это массовое скопление мидий, где на одном квадратном метре умудряются втиснуться до 20 килограммов ракушек. И сидят они бок о бок не день, не два, а десятилетиями. Ученые уже давно интересуются нитями мидий. Они прочно прилипают к различным поверхностям – глиняной, стеклянной и керамической. Они прикрепляются даже к таким неклейким покрытиям, как тефлон на сковородках. Это побудило ученых начать разработку подобных нитей в лабораторных условиях, чтобы создать сверхпрочный медицинский клей. Если его удастся получить, им можно будет зашивать раны, использовать в хирургии глаз и склеивать переломы костей. Уже сейчас доказано, что клей на основе этого вещества помогает без шрамов лечить кожу крыс. Им специально сделали глубокие раны на коже, а потом смазали клеем. Через некоторое время от ран не осталось и следа, а на коже выросла шерсть. Следующим шагом ученых будет испытание клея на свиньях, поскольку их кожа больше похожа на нашу. А еще нити, выделяемые мидиями, могут сильно растягиваться, но при этом в пять раз превосходят сухожилия человека. Поэтому нити могут способствовать созданию искусственных сухожилий. А теперь посмотрим, чем питаются мидии. Основным источником пищи для них являются фитопланктон, зоопланктон, бактерии и другие микроорганизмы, которые живут в морской воде. Мидии – это фильтры, они похожи на небольшой живой насос. Вода с частичками пищи всасывается с одной стороны, затем прокачивается через жабры. Любые крупные частицы застревают в промежутках и поступают в род мидии. А чистая вода выходит через второе отверстие. Вот почему мидии приносят огромную пользу морю. Они пропускают через себя загрязненную воду и возвращают ее чистой. Причем работают они без перерывов. Одна мидия за один день пропускает через себя примерно целую ванну воды. А если какая-нибудь частичка случайно попадает между мантией и раковиной, то мидии это совсем не нравится. И она долгое время обволакивает частицу перламутром, и в таком случае получается жемчуг. Но жемчужины мидии довольно мелкие, а цвет не перламутровый, а серый и даже черный, поэтому жемчужины мидии ценятся гораздо меньше. Что касается потомства, история жизни мидии начинается с выброса в воду яиц. Из яйца образуется крошечная личинка без раковины, которая свободно плавает. Затем личинка прикрепляется на твердую поверхность на всю жизнь, выделяя нити, про которые мы уже рассказывали. Здесь мидия начинает менять форму личинки на форму взрослого моллюска, а также начинает наращивать раковину вокруг себя. Цвет раковины со временем темнеет. У людей и мидий богатая история, насчитывающая тысячи лет. Возле древних поселений археологи часто находят целые горы из пустых раковин мидий. Получается, даже несколько тысяч лет назад древние люди уже наслаждались нежным вкусом мяса мидии. Также мидии были хорошо знакомы древним грекам и индейцам. А в 13 веке люди научились разводить мидий искусственно, на морских плантациях. Они опускали дубовые столбы в море и сажали на них моллюсков. Через год-два формировалась колония, моллюски подрастали и их собирали. В настоящее время мидии выращивают на морском дне, на специальных платформах или на канатах. А эскимосы вообще практикуют подледный сбор мидий. Во время отлива вода отступает и получается полое пространство под огромным ледяным пластом. Можно спуститься на морское дно через трещину или лаз и собрать мидий. Сегодня эти бородатые моллюски под угрозой. Их популяция во многих морях резко сокращается. Среди главных причин – отсутствие очистных сооружений и химические вещества из стиральных порошков, попадающие в море через канализационные истоки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok